Мои обощрения, господа, Green Hell, зелёный ад. Я продолжаю блуждать по джунглям Амазонии в поисках своей жены и ответов на вопросы, потому что у Джейка до сих пор амнезия. Я думаю, что у него не полная амнезия, то есть не полная потеря памяти, а ретроградная амнезия, то есть он потерял какую-то часть памяти, либо его мозг намеренно, намеренно эту информацию просто от него спрятал, потому что пытается его защитить. Бывает такое, что человек переживает какую-то очень сильную, глубочайшую потерю, например, его жены. Я начинаю задумываться о том, что он потерял свою жену, и именно этот кусок памяти у него исчез. И он до сих пор ходит с этой рацией, как дебил по этим джунглям. Есть ощущение, что она мертва. Я предполагаю, что мертва. Мы нашли документы. В наших, получается, видениях мы нашли документы о том, что Мия была больна раком или больна на данный момент. Непонятно, вылечилась ли она, то есть нам память ещё до конца не вернулась. В прошлой серии я назвал ИСТ, от нервов, наверное, я назвал ИСТ. То, что я шёл на восток, точнее, то, что я шёл на ИСТ, то, что я шёл на ИСТ, это было верным решением. Но то, что я назвал ИСТ с западом, это, конечно, да. ИСТ — это восток, а Уэст — это запад. Ну, тупанул, да, бывает такое. Тем более, когда записываешь. Почему палка улетела на... Ладно, неважно. Я здесь тормознулся, грубо говоря, да, там-там мы выпивали айаваску, и здесь я тормознулся, сделал себе небольшой кастрик, сделал себе небольшое жилище, чтобы... Железная руда. Нихуя себе, ладно. Небольшое жилище сделал, чтобы сохраниться элементарно. Это первое. Второе. Я вернулся в лагерь по-быстрому, да, по-быстрому, туда-сюда сбегал за мешочком с золотом. Мне написали, что лучше бы я его взял, просто потому что, наверное, так должно быть. Но аргументов никаких пока не предоставили. Я благодарен, во-первых, что есть такой... Был такой совет, потому что я забыл про свой бабос. Действительно, я бы его там так и оставил. Нужен ли он мне? Ах, хэр его знает. Ну, наверное, нужен. Я его взял, прибежал сюда, обратно. Погнали. После видения там наверняка в той стороне открылся этот камень. Нужно уже двигаться. Двигаться в ту сторону. Давай потихой грусти. Потихой грусти пойдем туда. Обсидиановый нож. А нужен ли он мне? Не, у меня костяной, у меня лучше. Цветок кувшинки. Не хочу. Я просто пойду в ту сторону. Я пойду в ту сторону, куда мы бежали за мальчишкой, за папуасиком, за нашим, да? Время сколько? 9.47. Время. Показатели в норме. Я в порядке. Максимально просто. Максимально в порядке. Давай тихонечко двигаться. С топором? Нет, вот лук у меня есть. Отличный. Хороший лук. Игра пушечная. Слушай, игра пушечная. Во-первых, потому что это выживалка. Давненько не играл в выживалке. Последняя выживалка, которая у меня была, это Long Dark. Но она достаточно... Она достаточно... Она как тюрьма, понимаешь? Ничего нового. Ничего нового. Все то же самое. Все какое-то оно уже старое. Уже какое-то оно старое. А это игрушка 2018 года, и она неплоха, действительно. Вот все эти пиявки, червы, весь этот сеттинг, он очень неплохо сделан. Плюс сюда прикрутили сюжет, который тоже неплох. Как по мне. По крайней мере, я начинаю это. Думать, понимаешь? Шевелить мозгами. Это очень важно. Сюжет нелинейный. Понятное дело, что он связан с какими-то непонятными наркотическими вот этими угарами, которыми Джейк возвращает себе память. Но в целом... Почему бы и нет? Ладно. Было бы просто, знаешь... Какой еще мог бы быть вариант, да? Например, Джейк бы падался с какой-то скалы, допустим. Да, такой упал и... И к нему возвращается память из-за того, что он ударился головой. Ну, как-то... Не знаю. Ладно. Остров вижу. Вижу воду и остров. Я туда. Я туда. Я думаю, что нам в ту сторону. Ну, по крайней мере... Слушай, а здесь нету? Я все время думаю, что здесь где-то должен быть кайман. Ну, крокодил. Где он? Где они вообще? Где эти крокодилы? Они же здесь должны быть. У меня режим сложности такой, что крокодилы должны здесь быть. Меня... Ну, опасность подстерегает меня на каждом шагу. На каждом. Вообще, вот это вот излюбленное их место, особенно вот те вот деревья, видишь, которые растут в воде, у которых корни уходят в воду. А как мне подняться? Подожди. А вот надо оплыть его, да? Как-то вот здесь. Вот еще маленький островок какой-то. Давай сюда зайдем. Давай сюда зайдем. Палка. А, здесь ничего нет толкового. Давай тут... А, вон, вижу тент. Все, человечество. Человеческие следы. Мне сюда. Господа, вообще, на самом деле, еще хочу сокращать серии по... Тихонько, блядь. О, человеческие постройки. Это человеческие постройки. Все человеческое. Записная книжка. Записная книжка. Ебать, змея! Это кто, анаконда? А нахер они ее сейчас повесили? Да какая она стрёмная, ты посмотри на нее. Там музыка зловещая еще играет. Рюкзаки. Здесь были люди. Ну, в смысле, гражданские, американцы. Охренеть. А ее нельзя разделать? Не, нельзя. Она просто здесь лежит и все. У меня возникает идея, на самом деле, сладкий батончик. Я возьму. Сокращать серии. Вот делать их не по часу, например, да? Не по часу. Выпить. А можно как-то вот перелить вот в этот бидон? Конфликт жидкостей. У меня вода чистая, 43. А, ладно, если уж вода чистая, тогда ладно. Тогда я вот просто ты пока здесь лежи. Делать их не по часу серии, а, скажем, по полчаса, там, например, 30-35 минут максимум. Есть у меня такая идея посокращать немножко, потому что я так понимаю, часовые серии достаточно сложно воспринимаются вами же. Сложно смотреть уже, сидит час. Давай попробуем сократить. Я сейчас попробую. Я нашел лагерь. Он выглядит заброшенным. Но тут явно кто-то жил и долго. Есть идеи, кто это мог бы быть? Ну, я читала, что пару лет назад какой-то англичанин проделал путь вдоль всей Амазонки. У него ушло на это более двух лет. Мир полон мечтателей. Да, и фрилансеров. Одни блогеры и фрилансеры. Да уж, мне ли не знать. Но что-то тут не сходится. У меня такое чувство, что жители лагеря просто встали и ушли, бросив все как есть, бессмыслица какая-то. И правда странно. Но зато ты можешь взять что-нибудь с собой. Да, взять что-нибудь. Да, хозяева этих вещей вряд ли когда-нибудь за ними вернутся. Анаконда, алло. Они даже убили анаконду. Насчет того лагеря. Люди там находчивые. Они даже убили анаконду и вывесили ее на всеобщее обозрение. Интересно, зачем им это? Демонстрация силы. У местных свои тотемы, а у них свои. Змея призвана отпугивать чужаков. Чуд бенов. А, понятно. Выживает сильнейший. Ну, типа да. На этом все. Бамбуковое бревно. Кокос. Ага, ага. Здесь есть великолепный костер. В случае чего? Испорченный банан. Сразу его уничтожим, чтобы он мне глаза не мозолил. Пустые банки. Сумки. Удочка. Нихуя себе. А я не могу ее взять. Ладно, подожди. Сумка. Записная книжка в сумке лежит. Потом прочту. Еще записная книжка. Еще сумка. Все пусто, блядь. Ничего мне не дали. Вяльная говядина взял. Еще записная книжка. Кровать из листьев. Можно будет поспать. Веревку взять. Веревку. О, здесь можно сейв сделать. Вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Сейв это хорошо. Бамбуковая палка. А, это просто палка. Это не бамбуковая. Палка, палка, огуречек. Вот и вышел человечек. Сумка. Вяленая говядина. Взять. Это что, кокосы? Ебать. Медвежонок. Здесь был ребенок, да? Типа. С ними был ребенок. С ними был ребенок. Я... Ага. Ничего не говори. Я просто хотел с тобой этим поделиться. Знаешь, они ведь еще могут быть рядом. Ну, может быть. Ну, это такое... Ну, ладно. Короче, не обольщайся, да? Типа. Это что? Карта. А, блин. Я думал, это будет оставшийся обрезок. Нет, слушай. Это... Значит, самолетик, который летел... Куда летел? А, это тот самолет, который я видел в видении в самой первой серии, что ли? Так, получается? Или во второй серии? Где это было? А, норд-ист, да, круто. Это остров отдельно взятый. Тут какие-то... Это вот что такое? Лагерек? Это про нас она нарисовала? Или кто это рисовал? Ребенок? А, про лагерь. Я нашел грубо нарисованную карту. Я нашел набросы карты. На ней к востоку от лагеря изображен самолет. Это точно зацепка. К востоку от лагеря. Держи меня в курсе. Хороший план, держи меня в курсе. К востоку от лагеря... Я знал, что мне это не мерещилось. К востоку от лагеря изображен самолетик. К востоку. Пойдем записки читать, я понял. Кто здесь был? Кто это? Кто эти люди? Записная книжка. Записная книжка. Записная книжка. Меня зовут Изабель Пиньеру Вельву. Я медсестра. Я видела своими глазами, как мою больницу превратили в хоспис, где пациентам делают бесполезные внутривенные вливания и ждут. Чудо. Никто не пытается помочь по-настоящему ни доктора, ни гигантские корпорации, ни правительства. Потому я и решила кое-что предпринять. Вместе с друзьями я отправилась в джунгли, чтобы найти племя, с которого все началось. Если эта болезнь идет от индейцев, они должны знать, как ее лечить. Хиггинс, Хиггинс это я, это Джейк Хиггинс, утверждает, что они не агрессивны, так что я вежливо попрошу их о помощи. А, значит она прочитала мою книгу и поперлась, короче, сюда. Разумеется, я понимаю, что не смогу лично разработать идеальное лекарство. Я не дура, но я считаю, что информацию, которую я раздобуду, может пригодиться кому-то другому. Я поделюсь своими находками с любым, кто предложит хорошую цену. Разумеется, я не делаю это ради денег, я хочу спасти людей. Экспедиция будет опасной и продлится долго. К тому же со мной отправляются еще пять человек. Я должна думать обо всех членах своей команды. Ради меня они рискуют многим. Мы не собираемся никому отказывать в лекарстве, но заслуживаем компенсации за свои усилия. Я планирую описать весь ход экспедиции в этом дневнике. Кто знает, может я даже издам потом книгу, как Хиггинс. Но моя-то книга будет лучше, ведь она будет про настоящее лекарство. Да, мы с вами знаем, что он написал, но про лекарства ни хера так и не сказал. Первый день экспедиции. В итоге мы отправились вчетвером. Я, Карлос, Бланко и Жуан. Я беспокоилась, что у меня нет времени собрать все, что нужно, но хаос в городе усиливается. И мы решили больше не ждать. Дена настолько плохи, что в больнице никто и не заметил, сколько лекарств и оборудования я забрала. Я не хочу оправдывать кражу, но мы найдем всему этому лучшее применение. По дороге к нам подходили люди. Они спрашивали, куда мы направляемся и можно ли пойти с нами. Я видел страх в их глазах, но мы не можем много брать с собой. Никого. Я, если кто-то слишком настаивает, Карлос его запугивает. К счастью, до насилия пока не дошло. Мы держим свою цель в тайне. Жуан отлично Жуану. Отлично удается делать вид, будто он не знает, куда идти. Мы не достаем карту, потому что не хотим, чтобы кто-то увидел отмеченный нами путь. Пока что мы движемся с хорошей скоростью, даже быстрее, чем планировали изначально. День восьмой. По пути Бланка показала мне несколько интересных растений. Я собрала образцы. Из некоторых листьев можно вварить отвар от несварения желудка и тому подобных недугов. Это пока что не то лекарство, которое мы ищем, но кто знает, вдруг самое простое решение окажется самым лучшим. В конце концов, индейцы ведь не изобрели бог ведь что. Они просто используют то, что находится в джунглях. Возможно, это смесь разных листьев в нужных пропорциях. На всякий случай я собираю все подряд. А вообще, как мы будем общаться с индейцами? Никто из нас не знает их языка. Я подумал, что буду показывать им разные листья, плоды и корни, а они будут кивать или мотать головой. Да сейчас, блядь, так он, сука, тебе все и сказал. Так, энергии-то у меня поубавилось. Жестко при том, поубавилось. Жестко. Записная книжка читать. Это вторая страница. Боже мой, Жуан мертв. Ябахака напали на нас. Нет, это точно не они. На нас напали дикори с нарисованными на лицах черепами. На них до сих пор не верится. Взяли и убили его. Кровь хлистала повсюду. Мы просто хотели поговорить. Они выглядели жутковато, словно скелета. Они были как животные, как демоны. Мы оставили Жуана там. Бланка хотела забрать его. Но возвращаться туда будет безумием. Копье прошло его насквозь. Не могу поверить. Я потеряла свой дневник, все свои заметки, но мне нужно было что-то написать про Жуана, чтобы осознать происходящее. Теперь я должна начать все сначала, чтобы наша работа не пропала, чтобы Жуан, чтобы были доказательства. Кажется, пока что мы в безопасности. Алмейда отвел нас куда-то, и мы стали лагерем в месте, которое, насколько я понимаю, удачно расположено в тактическом смысле и что-то вроде того. Он боится, что индейцы могут явиться за нами, потому что он застрелил одного из них. Так ебать, вы застрелили его, вам как бы это вендетта. Карлос не спит уже несколько дней. Он все время вглядывается в джунгли, смотрит, не идут ли они. Господи, если бы не Алмейда, что за Алмейда, они бы всех нас убили. Все до сих пор в шоке от случившегося, хуже всех Бланки, ведь они убили ее мужчину. А, даже представить такого я не могу, не зная, что бы я делал, если бы они убили Карлоса. Группа хочет голосовать, закончить нам поход или продолжать поиски ебахака. Но куда мы пойдем? Возвращаться в город нельзя, разве что идти с Алмейдами до границы. Кто такие Алмейды? Но это глупая идея, нас там ни за что не пропустят. Черт, у Жуана ведь была карта. Ясно, у Жуана была карта. Допустим. Значит, их было четверо, и вдруг появляется еще какой-то Алмейда. Какие-то Алмейды. Записная книжка читать. Мне кажется, мы приближаемся к ебахака. Жуан говорит, что ясно видит признаки чего-то присутствия. Даже заметил в песке у реки след ноги. А, это вот еще до того, как Жуан был мертв. Это вот записочка второй, это второй лист. Ага, ага. Я прочла книгу Хиггинса. Мою, соответственно. Пять раз не меньше, так что я готова ко всему. Я проверила содержимое аптечки, все шприцы и тюбики на месте. Надеюсь лишь, что они позволят нам взять их кровь. Но это уже крайняя мера. Кровь? Мы надеемся, что они дадут нам ингредиенты для лекарства, или даже само лекарство, когда узнают о том, что творится в этом мире. Оно ведь должно у них быть, раз они сами не болеют. До сих пор жалко микроскоп, который мы разбили по пути. Сюрприз! Сегодня мы услышали, как кто-то идет к нам из джунглей, и подумали, что наконец-то нашли ебахака. Но это оказался обычный человек. Мы было решили, что они из картеля, поскольку вид у него был опасным. Но он оказался полицейским. Его зовут Антонио Майерелес Алмейда. А, вот это кто. Ага. Он взял с собой свою жену Софию и их дочку. А, Алмейдами они их называли. Алмейда. Это фамилия. Им очень повезло наткнуться на нас. У маленькой девочки была лихорадка. Карлос, конечно же, чуть с ума не сошел, решив, что это вирус. И не хотел, чтобы я ухаживала за ней. Но я все же убедила его, что это обычная инфекция. Я дала ей лекарство. Она поспит ночью в моем спальном мешке. А завтра я стану гораздо лучше. Карлос все убеждает нас не доверять Алмейде. Он думает, что тот на самом деле не полицейский, а боец спецназа или кто-то вроде этого. Потому что носит пистолет и изображает крутого. Что-то меня я рада, что они с нами. Потому что теперь мы хоть куда-то лучше защищены от хищников. И, может быть, он даже подстрелит какое-то животное на ужин. Карлос, наверное, немного ревнует. Ведь это он должен меня защищать. Но пистолет лучше, чем мачете. А вот Софии все не так гладко. Это его жена, Алмейде. Она ужасно высокомерна. Она показала мне их паспорта и сказала, что поскольку она американка и с ребенком, ее точно пропустят через границу. Даже не знаю, то ли она настолько наивна, то ли просто глупа. Как бы то ни было, пока девочка не поправится, мы будем вместе. Я понял. Так, кровать. Лист. Положи на место. Мне не нужен этот лист. Лиана. Я возьму Лиану. Еще что-то есть? Еще что-то. Палка. Еще что-то. Еще что-то. Веревка. Бамбуковая палка. Записная книжка. Бамбук. Бамбуковое бревно. А, я теперь все. Я теперь умею изготавливать все из бамбука. Прикольно. Кто? Банка. Взять банку. Кокосовые всякие разные орехи. Медведь. Медведя нельзя не взять ничего. Это карта. Пустая банка. Это уже съеденное. Это съеденное все. Пойдем попробуем. Значит, вот у нас есть, получается, здесь лежит. Я вот туземное копье вот здесь вот кину. А это прикреплю сюда удочку. Да, удочка. Ну-ка, подожди. Реброловный крючок. Теперь умею делать костяной крючок. И саму удочку соответственно. Я думаю, что к удочке нужно будет прикреплять какой-нибудь... Ну. Садок с удочкой. Куяся. Туземное копье. Обратно мне вернится. Я это изучил. Пустая банка. Две кости здесь лежат. Это я не могу забрать. Это я тоже не могу забрать. А на конду разделать нельзя. Как по состоянию? Я хочу есть, пить и все такое разное. Добыть. Это много палок. Рыболовный крючок. Новая запись. Я понял. Это что такое? Креветка испорченная. Расширить, уничтожить. Ловушка для креветок. Еще новая. Еще новый черчеж. Новый черчеж. Вода схватить. Я бы помылся. Просто чтобы вести себя... Чтобы быть чистеньким. Да, окей? Добро. Я бы здесь, наверное, так и переночевал. Потому что толком-то уже мы никуда не двинемся. Уже темно. Уже темно. В рюкзаках ни хрена нет. Есть только вяленая говядина. Записку я читал. Значит, что? Эти четверо придурков. Две женщины и две мужчины. Отправились... А прочитав мою книгу, отправились, значит, сюда. Искать это сратое лекарство. Сперли из лаборатории, из своего города и лекарства, и всякие препараты, и оборудование. Нихрена не нашли. Нихрена не нашли. Прикончили одного индейца и потеряли одного из своих. Жуана. К ним присоединился какой-то полицейский со своей семьей Алмейдой и ребенком. Получается, их осталось три и еще три. Шесть человек. Их шестеро. И с ними ребенок, который ушел без медведя. Жесткая тема. Жесткая тема. Давай, значит, схватить эту кровать. Уснем. Я думаю, поспать будет не лишним. На восток. На восток нужно будет двигаться в случае чего. Сейчас я проснусь, поем, попью. Поем, попью. Посплю. Выбрать диалог. Мия не хочет со мной выходить на связь. Съесть. Как я себя чувствую? Куча белка, мало углеводов. Бананы есть рядом? Вижу бананы. Прямо отсюда вижу. Вот они, банан. Банан. И больше нету. Еще хочу бананы. Хотя в целом двух должно хватить. Давай. Вполне себе. Попить воды. И у меня ничего не осталось. Водного баланса прямо чуть. Но есть кокосы в той стороне. В случае чего я просто кокосы попью. Выпью кокосики. Давай еще поспим. Что происходит? Спи, говорю. Отлично. 10.43. Нет, я раньше проснусь. Я проснусь часов 8 где-то. Вот так вот. Сейв игры. Сейв обязательно. Ну вот сюда. Вот подсейвимся. Отлично. Так, утро. Хороший день. Водный баланс. Немножко углеводов. Немножко жиров. Здесь вот углеводы. Вот в этих батончиках. Да, 22 углевода. Водный баланс остался. Водный баланс у нас вот здесь. Чпоньк. Выпить. Отлично. Только надо еще. Давай, давай, давай. Нет, нет. Выпить. И выпить. Я наберу с собой грязной воды. А, у меня, наверное, есть с собой, да, эти штуки? Да, у меня есть с собой эти кокосовые, кокосовая это хрень. Раз уж воды нет, я наберу, мне придется набрать бидон пусто. Я наберу грязный, в случае чего я просто ее где-нибудь, соответственно, где-нибудь ее это. На восток. На восток от лагеря. На ист. Ист это восток. Нам в ту сторону. Вот лагерь, я иду на ист. Самолетик упал туда. Все же правильно. Возьму с собой несколько грибов от отравления. Черепаха. Сучара. Так я и не понял, как тебя разделать. Ну ладно, я и не пытаюсь. Я особо и не пытался. Я думаю, что просто нужно ебнуть по ней каким-нибудь капнем, знаешь, или чем-то таким. Слушай, вода. Крокодил это, наверное, здесь водится, да? На ист. Это важно. Идем на восток. К востоку от лагеря. С анакондой, вот с этой сратой. Нужно быть аккуратней, потому что, сука, здесь все еще могут водиться змеи. А анаконда может водиться? Здесь есть анаконды. Орех. Еще орех. На ист. Угу, я иду. Блядь, да не ори. Нормально все. На ист. Фрукты. Так, здесь нельзя подняться? Не, не, я не думаю. Хотя было бы неплохо. А, в целом, почему бы и нет? Я могу. Вот здесь вот с этой стороны. Это похоже на тропинку, кстати. Вот это вот очень похоже на тропинку. Вот это вот вдоль, получается, скал. Да? Вдоль скал. Угу, угу. Так. Тихо. Сюда. Ну да, это конкретная тропа. Тихо, это что такое? Палка, палка, палка. Ладно, палку возьмем с собой. Нет места уже в рюкзаке. Да ладно, действительно нет места. Вот это вот выкини бамбуку. Она нам не нужна. Бамбуковые палки не разжигаются. Если я не ошибаюсь, бамбук не особо не топится. О, место для подъема. А почему бы и нет? Я бы зацепился. Слушай, как далеко я уже ухожу от своего реального жилища, от своего дома. Я же очень далеко от него ушел. Мне кажется, мы просто туда больше никогда не вернемся. И мне так жалко. Пещеру нашел. С тупиком как бы. Я сюда не могу пройти. А нахер я сюда поднялся? А? Еще одно место для подъема. Ладно, хорошо. Давай. Готово. А я энергию не теряю пока поднимаюсь? Нет, я в порядке. Я все еще иду на ист. Хотя в целом это уже прям похоже на какую-то конкретную тропу. Я могу идти просто тупо по ней. Хотя могу гриб взять, чтобы грибной суп сделать. Давай возьмем вот этот гриб и сделаем себе грибной суп. В случае чего. Блядь. Бананы. Углеводы нужны. Так, рядом кто-то был. Меня в ту сторону. У меня вот за эту скалу, получается, нужно пройти. Аккуратно только. Что это за цветок? Понятия не имею. Кстати, если я найду психотрею еще, да, вот, нужно будет ее срубить. Потому что я думаю, что напиток этот Айяуаска, это просто на протяжении всей игры будет меня преследовать. И нужно будет... Сучий паук! Блядь, это какой-то жесткий. Стрела. А кто это? Птицеед Голиаф. Нихуя. А, у меня и места для него нет. Ладно, хрен с ним. Маленькие палочки, пожалуйста, добудь из этой палки. Он реально здоровый был. Так, ну если игра меня ведет сюда, то я пойду. Без промедления. А я чувствую себя опять... Вообще, ни в какой безопасности я себя не чувствую, понимаешь? Я все еще иду наист от лагеря. То есть в ту сторону. Ну и что, я сюда поднялся. Зачем? Зачем это нужно было? Если мне вниз вообще... Здесь же нет смысла в этом. Получается. Зачем это было сделано сейчас? Если я спущусь, я раню себя, да? Могу сломать ноги? Да, наверное, могу. Безопаснее спуститься здесь негде. Надо спускаться. Не иначе. Это вообще просто тупо было сделано. Непонятно зачем. Ну ладно. Такие места сону в джунглях же есть, да? Типа, не может же играть тебя линейно куда-то везти. Это похоже на реальность. Упало дерево. Может быть, его даже передвинули специально сюда. Какие-то люди. Муравейник. Муравейник нахер идет. Так. Я все еще иду на ист. Да, на ист. Хорошо, на восток. Что за хуйня? Я здесь не спущусь никогда в жизни. Понятно. Возвращаемся. Пать, так на муравейник и наткнулся, сучары. Ладно. Наплевать. Давай тихонько только. Змея, 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 змея. Где? Где, мразь, это? А, выезжу, у тебя в кустах сидишь. Сучара. Просто сдохни. Просто умри. Я-то знаю, как... Опа, тропа. На ист иду? Да, на ист. Хорошо. Опа. Вот это уже что-то... Вот это уже что-то с чем-то. Вот это уже для меня. Тут уже лифт какой-то здесь. Угу, угу. Спуститься по Синоту. А, альпинистское снаряжение. А у меня его нет. Здрасте. А где ж мне? Блядь. Где это находится? Ладно, подожди. Альпинистское снаряжение. 27, 24. 20. А, это вообще вот где-то здесь. По факту. 27, 24. Я просто тупо на краю карты стою. Я понял. Проблема. Альпинистское снаряжение надо найти, слушай-ка. А где ж мне его взять? Куча палок. В какую сторону я иду на данный момент? На север. Давай на север пойдем. А мы идем на север. А где мне взять альпинистское снаряжение? Прикалываетесь? Тихо. Я нашел, где спуститься. Аэропорт. Аэродром. Аэро... Аэто... Такие штуки в аэропорту. А, блядь, смотри-ка, я приперся. Это взлетная полоса, сто процентов. Я нашел. Да, Мия. Мия, ты не поверишь, я нашел аэродром. Невероятно. Ну чего же ты ждешь? Запроси помощь. Кошка, блядь. Кошка, сука. Лук доста... О, не надо. Иди нахуй. Сука, и ты тоже. Вы все враги. Вы все враги. Прилегла? Падла. Ума. Прикольная. Ладно, хрен с ним. Так, тихо. Здесь могут быть вражины еще. Музыка, зловещая музыка не прекратила. Здесь могут быть враги. Ладно, никого нет. Здесь что? Канистр с бензином. Здесь пусто, здесь ни хрена нет. Так, ладно. Запроси помощь. Сейчас иду запросить помощь, конечно, давайте. Давайте запросим. Отстань! Вы все привлекаете внимание. Я прикончу каждого. Нужен ключ. Замок. А где я тебе найду ключ-то? Оттуда провод идет какой-то синий. Но это вряд ли, да? Нет, в этом нет смысла. Нужен ключ. Все. Игра мне предлагает выйти искать ключ. Сука. Я не вижу здесь ничего. Здесь что? Получено достижение. Do you want to play with snowman? Ты хочешь поиграть со снеговиком? А, вот какой-то хрен. Смотри. Do you want to play with snowman? А что это? Зачем это такое? В этом никакого смысла нету. Он не разбивает его. Это куча коробок. Это, видимо, какая-то пасхалка, да? Ты хочешь поиграть со снеговиком? По всей видимости, это какая-то пасхалка. Договор. Ладно. Стрела. Что? Это эти панели для сбора солнечной энергии. Соответственно. Апельсиновый сок я бы взял. Банку тоже бы взял. Я бы покушал сейчас. Неплохо. Антенна. Провода. Схватить и использовать. А если меня ебнет током? Ну, давай, допустим. Соединил. Все должно заработать. Так, а я еще внутри-то не был. Что там должен заработать? Так, антенна. Я понял, это антенна. Провода вот к ней идут. Здесь это куча каких-то схватить, спать как кровать. Здесь можно, если что, переночевать. С этой стороны тоже ни хрена особого-то нет. Плиту выкинули нахрен. Это лестница? Это не лестница. Она не работает. Нужен ключ. Договор. Ладно, давай внутрь зайдем. Что здесь? А, вот, запросить помощь вот с этой темы можно будет сейчас. Консервис есть. Отлично, углеводы, витамины. Я в порядке? Да, вполне себе. Консервный тунец, возьмем его. Это что? Это карточный домик кто-то собирал здесь. Покерите, ребята. Покерите. Омулу, кстати, смотри, это корпорация Омулу. Это их лагерь. Омулу это ребята, которые спонсировали Джейка и его приключения. Это все их. Это вся эта тема, это их базовый лагерь. Омулу, Омулу, Омулу. Везде это Омулу. Сейф. Сумка. Консервированный тунец. Бэд. Кровать. Схватить спать. Это радио. Сохранить игру. Почему бы и нет, кстати, да? Почему бы и не сохранить? Радио. Его нельзя использовать. Кассеты тоже нельзя. Кровать схватить. Нет, кровать потом. В этих ящиках ничего нет. И в этих тоже ничего нет. Эм, алло? Алло. Прием, суки. Эй, кто-нибудь меня слышит? Мне нужна помощь. Кто-нибудь, ответьте. Эй, кто-нибудь, ответьте. Ну вы что, суки? Твою мать! Ключ выпал. Ключ. Говорит диспетчер города Манауас. Вы меня слышите? Вы правда меня слышите? Мне нужна помощь. Так точно успокойтесь, я вас слышу. С вами все будет в порядке. Назовите свое имя и местоположение. Прием. Это Джейк Хиггинс. Я нахожусь на импровизированном аэродроме в центре джунглей. Точно сказать не могу. Вас понял. Это Джейк Хиггинс? Снова? Я уже знаю, где вы. Ожидайте прием. Чуво. Снова. Я уже знаю, где вы. Как это ты знаешь? Так, в один прием. Ай, алло? Со мной девушка, Мия. Вас понял. С вами есть мужчина? Прием. Нет, у меня нет никакого. Я один. Я уже сказал вам. Я на аэродроме, никого нет. Но в джунглях есть девушка. Мы общаемся с ней по радио. Прием. Слышишь? Вы там? Что мне делать? Вас понял. Никуда не уходите. Прием. Овер. Вы пришедете за мной кого-нибудь? Сколько мне еще ждать? Успокойтесь и никуда не уходите. Помощь уже в пути. Конец связи. Стей фокус. Вы мне предлагаете просто сидеть и ждать? Вы спросили, есть ли со мной кто-нибудь. Кого вы имели в виду? Что вы имели в виду? Снова. Я в опасности. Что происходит? Что вы имели в виду под словом «слома»? Да, вот. Я в опасности? То есть, что вообще происходит? Что происходит? Эй. А, ну он сказал, конец связи. Они уже поехали за тобой. Чувак, они уже поехали за тобой. Пожалуйста, ответьте. Я не понимаю, что здесь происходит. Чел. Блин, какого хрена. Ключ, ключ, ключ. Не проеби ключ. Не проеби ключ. Ключ. Мия. Мия. Помощь уже в пути. Наконец-то. Странный был разговор. Диспеча спрашивала, есть ли со мной мужчина. Как же я рада, что ты в безопасности. Да уж, теперь-то я знаю. Когда я знаю, как отсюда выбраться, мне лишь остается найти тебя. Слушай, лети домой. Значит, лети домой. Ты ебнулась? Где ты? Мия. Где ты? Прошу, не пытайся найти меня. Ты в безопасности, это самое главное. Я выполнила свою задачу. Лети домой. Тебя ждет здесь одно только разочарование. Я больше не нужна тебе, Джейк. Настала мне пора уйти. Оставайся там и жди помощи. Не, 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 Мия, ответь. Где ты? Мия. Мия, come in. Я не могу бросить тебя. Мия, скажи что-нибудь. Прошу, Мия, не молчи. Нам пора улететь. Я нашел способ. Прошу, скажи что-нибудь. Мия, come on. Да, нашел ты способ. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Я почти уверен, что Мия это просто его внутренний голос. Она когда-то жила 100%. Это настоящий человек, который жил 100%, но она умерла. И Мия осталась только как внутренний голос. Не более того. Твою мать, я ничего не понимаю. Я вызвал помощь, и Мия просто... Твою мать. Она сказала, чтобы я летел без нее. Что случилось? Я не собираюсь бросать ее. Где она? Спуститься к Сеноту. Найти Мию. Подождать помощи на аэродроме? Выпросительный знак. Ждать помощи на аэродроме мы 100% не будем. Господа, прощаюсь с вами. Прощаюсь с вами. Серии будут короткие, но частые. Мне кажется, что вам и мне так будет просто чуть-чуть полегче. Да? Я нашел аэродром. И я не понимаю, что такое... Ответь, пожалуйста. Мия. Новый диалог. Ответь. Да, это просто... Не бросай меня. Чёс, Вадим, не бросай меня. Ответь, пожалуйста. Это все просто... Это все просто... Ты там? Are you there? Это все... Я все равно буду искать тебя. Говорить. Помощь идет. Ответь. Она... Нет, она не ответит. Она, как внутренний голос, сделала все для того, чтобы он хотя бы чувствовал себя в безопасности. Это называется закрытие гештальта. Пожалуйста, Мия. Да, это просто одни и те же диалоги, господа. Увидимся в следующей серии. Green Hell. Мы на развязке. Я чувствую, что мы где-то на развязке. На развязке, и она близка. Всем пока. Всем пока.